В действительности женщинам очень выгодно руководствоваться домостроем. Я расскажу пример из своей священческой практики. Однажды ко мне пришла одна женщина, у которой большая семья и были проблемы с мужем. Она пришла и говорит, муж все время лежит на диване, с работы приходит, пиво, телевизор. Раньше хоть подходил канал и переключал, а сейчас новый телевизор, у него пульт. Тут муж стал стационарным, лежит на диване, щелкает, и лампочка у него тут включается, выключается, пиво стоит тут же слева. Он вообще не встает с этого дивана, ничего по дому не делает, детей не воспитывает, денег приносит мало, я не знаю, что делать. Я сказал этой женщине, вы должны жить с вашим мужем по домострою. Если вы будете так поступать, через некоторое время вы будете лежать на диване, а он будет бегать вокруг вас. Она спросила меня, отец Олег, а как же это можно сделать? Я ей сказал, вот придете домой, скажите мужу, что вы неправильно с ним выстраивали отношения, что с этого дня вы начинаете во всем слушаться его, и без его благословения ничего не делайте. Через неделю она приходит такая счастливая, посвежевшая, радостная. Ну, я уже предполагал, что могло произойти. Я ее спрашиваю, ну, расскажи, что случилось? Она рассказывает, прихожу, мой лежит на диване. Я подхожу к нему и говорю, я неправильно с тобой жила, меня священник обличил, сказал, что надо жить по домострою, теперь без твоего благословения, без твоих приказов я ничего делать не буду. Она говорит, он сел на диване. Говорит ей, ну, наконец-то появился у вас нормальный смещенник, а то каких-то молодых там понабрали, ничего не знают в жизни. Она говорит, муж, благословишь ли в магазин сходить? Он говорит, ну, иди. И уже так напрягся, обычно, как и в магазин, и те, она из него деньги выдирала, он спорил, скандалы. Она говорит, сколько благословишь денег? А, то-то же! Ну, отсчитал какие-то деньги, дал ей. Она пошла в магазин, купила, что можно купить на эти деньги. Зовет его к столу. Он подходит, глянул, а там вообще ничего есть. Что ты, глупая женщина? Это что, кормить детей, семью? Она говорит, сколько муж дал денег, вот на столько купила. Глупая. Взял сумку, пошел в магазин. Он в этот магазин всегда ходил, но, сами понимаете, в другой отдел. Возвращается озадаченный такой, задумчивый. Живе говорит, как все подорожало-то. Вот конец недели он стал искать вторую работу для себя. Она говорит, я уже под конец недели сижу на диване, жду, что он мне скажет. Через две недели в храм прибежал муж. Он подходит ко мне, говорит, вы отец Олег? Я говорю, да, я. Он говорит, я все понимаю, домострою, это все правильно. Ну, надо же, чтобы она чего-то решала. Она же сидит на диване, ждет каких-то моих команд. Я уже себе третий приработок нашел. Кручусь, сверчусь, как юла. Женщины, не бойтесь о домострое. Если вы будете жить по домострое со своими мужьями, вы будете на своем месте, они будут на своем месте. Это очень важно. Когда женщина подавляет себе дьявольские семена эмансипации и феминизма, это опасность, блуждение, когда женщина ревнует за самостоятельность от мужчины. Это очень неправильно.